Дорогие друзья, прежде всего я искренне в имени нашей ассоциации под душу и сердечно приветствую вас за то, что вы на наше мероприятие, посвященное 33 нашей ассоциации, пришли активно и дружно. Большое спасибо вам за это. Узнамы, товарищи, дорогие друзья, за все эти годы ушли из жизни ряд наших аксахалов, архивистов, ветеранов нашего северного дивизия. Движения, крыльяных, малочисленных народов с севера республики Саха, Якутия. Давайте помянем память наших друзей, товарищей, аксахалов и сиранов, которые ушли, как я уже сказал, из жизни. Канальным вставаниям. Хорошо, сэрлистай. Хорошо, сэрлистай. Нашей ассоциацией, ассоциацией королев малочисленных народов с севером исполнилось ровно 30-30 дня основания. Позвольте мне от души сердечно поздравить всех вас, присутствующих сегодня здесь в Доме Других Народов имени Алисея Ильича Кулаковского с 300-летием ассоциацией королевных малочисленных народов с севера республики Саха, Якутия. Я искренне от души выражаю всем вам сердечное спасибо за бескорыстную благородную деятельность во имя настоящего и будущего наших родичей, Аверов, Аверков, Донган и Каверов, Щукчин и Русских Старочилок, Русско-Устинцев. Самое главное наше достижение это то, что ассоциация королевных малочисленных народов с севером сегодня узнаваема и уважаема всеми не только в нашей республике, ее знают и уважают практически во всех субъектах Российской Федерации. За эти годы ассоциация Планова проводила съезды и конференции с северным народом, на которых думчиво по деловому обсуждали вопросы напрямую касающиеся положения наших соровищей во всех русах и городах, селах, районных центрах нашей Республики. Координационный совет ассоциации из года в год оправдывал надежды и чаяния наших соровищей, наших северных народов и всех субъектах нашей Республики, и наших друзей, народов Саха и других представителей народов нашей Великой Родины. Наш ассоциация входа и принимаема в органы гражданской власти не только в нашей Республике, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других больших городах, и также в соседних регионах. Голова Республики Ассоциация Сергеевич Николаев не раз встречался с нами и активом. Наш ассоциация вхоза и правительства Республики. Ассоциация не упускает бездельно из поля своего зрения, чаяния и нужды наших соровищей. Деятельность в этом направлении и в дальнейшем нами будет продолжена уверенно и с хорошей подготовкой, с тем, чтобы наши соровищи от малого до велика жили нормальной жизнью. Поэтому, можете не сомневаться, я как-то вначале сказал, что залогом этого является взаимопонимание между нашими ассоциациями, нашими северными народами и другими братскими народами нашей Республики и уропорства нашей Республики. Сахар-Ягудия. 10 сентября этого года в Москве на заседании рабочей группы по вопросам социально-экономического развития Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Астрики и Антарктики, заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству и римлянной политике местным самоуправлению и делам треверам Александр Константинович Акимов, Акимов Тепло, отыскался о деятельности нашей ассоциации. Представители других регионов с аплодисментами встретили эту высылку оценку Александра Константиновича Акимова. Отрадно то, что наша ассоциация имеет свой офис двух народов севера на улице Червишевского, 14. Вы знаете, где находится наш офис, наш официальный корпус, дом народов севера, этот дом все знают в городе Ягодске, чем были, и Вы очень хорошо знаете, не раз там сами бывали. Прямо ухода висит мемориальная доска, Гласят все о том, что дом народов севера построен при содействии президента Республики Сахай-Якутия Вячеслава Анатольевича Шуроба. Считаю в двух словах необходимым вспомнить историю начала строительства нашего дома народов севера. В начале мы добились вытащей территории под офис нашей ассоциации. Нам это ушло достаточно много времени, и самое главное требовалось наше упорство и уверенность в окончательном положительном решении вопроса, который мы поднимали в необходимости строительства дома народов севера. ГОСКОМТЕВР России нам помог выделить определенную сумму деятельных средств. Это городовский комитет Российской Федерации, запрещенный ГОСКОМТЕВР, тогда данный звали. Выделенным ГОСКОМТЕВРом деятельных средств хватило только на сваи. В 11 феврале 2006 года мне сообщили, что меня приглашает президент Республики Вячеслав Анатольевич Шуроб. Я пошел к нему. Когда я зашел, президент говорит, сегодня с мэром Некольчуком объезжали в город. Проезжая по улице Черушевского, увидели забитые сваи. Я спросил, говорит президент, у Некольчука, это что за сваи стоят? Некольчук ответил, может, народу севера хотели тут что-то построить, но есть умение, у них денег и послева. Вот и остались новые сваи. И далее он сказал, что я заберу себе эти сваи и построю тут торговый дом. Скажите, Андрей Васильевич, что тут хотелось построить, спросил президент. Я рассказал о нашей задумке построить тут дом народу севера в подобии со состаточием старинных офисов народу севера, как наш главный штаб. Госконсервер на нашу просьбу выделил немного денег и платил только на сваи, я так это сказал президенту. Вячеслав Анатольевич Шаров внимательный выступил и поручил своему помощнику срочно пригласить заместителя председателя правительства Василия Горьцевича и начальника департамента народов Республики Сахар-Якутия Афанасия Ильмиралкина. Это было при мне. Он меня, Дмитрий Костя, говорит, подождите, сидите, подождем, начальника подойдут и пообщаемся, говорит. Когда те перешли, Вячеслав Анатольевич дал четыре четкие такие задания. До начала октября текущего года в Востоке не стало завершить строительство дома народов севера. Текущего года состоялся в начале февраля, а он поставил задачу, в начале октября дом народов севера должен быть построен. Вот как хотите, но сделайте дом готов для приемки к тому времени, в начале октября. Благодаря такому четкому заданию, такому пониманию повладения народов севера, и перед такой поддержкой, 10 октября 1995 года дом народов севера был построен и введен в эксплуатацию ровно сказанное время президентом республики Вячеслава Анатольевича Второго. С того времени на одной половине работал департамент по делам народов, теперь там работает министерство по делам Арктики. А на второй половине дома осталось апартаменты нашей ассоциации коренных народов севера. Представители других субъектов нам завидуют. Это естественно, естественно, поскольку такого описа ни у одной ассоциации в других субъектах не имеется. Практически я ввезу в все субъекты нашей Российской Федерации, где живут коренные муночистые народы севера. Первым долгом, я всегда интересовался, где ваш опис, покажите. И они показывают, в общем, в случае, это вдруг комнатная контура или однокопное помещение, и так далее, больше ничего нет. Я здесь деликатно ничего не говорил, потому что все понятно было. Далее, я от души заблуден, что желаю вам, всем вам, дорогие друзья, членам координатного совета нашей ассоциации, представителям русских, братских ассоциаций, всем нашим сотрудничам, замерикам, нашим студентам, крепкого здоровья, исполнением всех ваших желаний и наших желаний, в том числе естественных, успехов и в работе, и в учебе, в укреплении братства и другого народа нашей республики и Российской Федерации Семен. Вместе все и дальше будем идти по условным дорогам, заезжая по оборудованию, крепко поддерживая друг друга. При необходимости немедленно пригодя на помощь каждому из вас, кто нуждается в помощи и поддержке. При этом вы можете не сомневаться, потому что за 30 дней наша ассоциация по-настоящему показала, на что она способна. Что она способна помочь любому, кто попал в трудности или в беду. И такая политика, и такое подкрепление, такое отношение к нашим здоровьим народам, народам севера, всегда нами будет проведено, и это обязательно, обязательно в порядке будет твердо передешиваться. И тогда мы вместе, рука в руку, дальше будем идти по сложным, но кто-то не очень таким приятным дорогам в нашей жизни. Вперед к строительству настоящего сильного такого общества, которое держалось бы на дружбе, братстве, взаимопонимания народов нашей республики, Российской Федерации и еще и так же нашими свородичами, которые живут за окружением нашей родной России. Давайте, друзья, конечно же, запомните этот день, этот вечер, посвященный 30-летию нашей ассоциации, хотя мы сегодня много говорить не намерены, как я уже вначале сказал, и своим усыненным сейчас подтверждаю, что мы будем дневно условны, но, уверяю вас, о том, на деле практических делах, мы всегда будем вместе с вами, будем решать ваши задачи, ваши проблемы, ваши трудности, и мы вместе, вы и мы, руководители, сейчас повторяем, дальше будем идти вперед к нашим дальнейшим, большим и надежным совершениям. Каждому из вас я желаю крепкого здоровья, благополучия, желаю того, чтобы в карманах кто-то бренчалов, чтобы никто не нуждался, чтобы каждый чувствует себя поддержку со стороны, всего круговства, и также поддержку нашей ассоциации, российской ассоциации, и тогда действительно мы будем уверены в своей жизни и будем радоваться нашей совместной общей работе, и я желаю каждого из вас еще раз счастья, доброго друга, благополучия, того, чтобы каждая надежда ваша, каждое желание восторжение стало, осуществлялись, и вас приносили постоянно радость по поводу своей жизни, и всегда были, чтобы были удачными, и обидали все проблемы, и уверены, если вперед дальше, что для того, чтобы откладываться вклад в великое дело развития нашей родной республики Сахар-Якутия, Российской Федерации, в целом, будьте интернетчен, и такими патриотами, которые крепко стоят за другую пустынезамность наших народов. Тогда, уверяю вас, мы всегда будем сильны и уверены, проще будет стоять на земле и будем, держав руководку, идти вперед, кто на упрязке, кто наносит, кто на верхом, на олене, может быть, кто-то на олене упрязке, вперед победа к нашим деградирующим. Будьте счастливы, дорогие друзья. Спасибо. Слово предоставляется Великим Президенту Официации Коренных Малочисленных Народных Севера Республики Сахар-Якутия, Людов Викторовне Христофоровой. Здравствуйте, уважаемые участники мероприятия. Я очень рада еще раз поздравить всех вас с днем рождения нашей Ассоциации Коренных Малочисленных Народных Севера Республики Сахар-Якутия. Ну, во-первых, вот мы помянули тех, кто ушел. Я вот считаю, что наш долг, долг этнических ассоциаций, хранить память о них, чтобы наши последующие поколения Коренных Малочисленных Народов знали о них, знали о их деятельности. Все, что они сделали, должно остаться в памяти наших народов. Я вот хочу остановиться на тех проблемных вопросах, которыми работала наша Ассоциация в этом уходящем году. В этом году у нас были мероприятия такие большие, как 9-й съезд Коренных Малочисленных Народов Севера Севера и Дальнего Востока Российской Федерации в городе Салихард, где от нашей республики участвовали 20 делегатов. В селе Колымское прошел третий съезд Чукчи-Якутии с очень обширной, интересной программой. И надо поздравить сегодня, пользуясь моментом, ассоциацию Чукчи-Республики Саха-Якутия с тем, что они официально зарегистрировали в Министерстве юстиции свою общественную организацию. Также мы в этом году впервые в истории провели для русских артистических сторожилов, наших проживающих в двух далеких селах, полярные вечи, которые надеются к антардиционным мероприятиям, подводящим итоги и намечающим планы их дальнейшего развития. Ну вот, начнем с тех вопросов, которые нас всех касаются. В этом году начал формироваться список коренных Малочисленных Народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. До лета занимались мы тем, что мы сами отправляли по почте эти заявления. С июля этого года этим занимается МФЦ, и это очень удобно, потому что там нужно, не нужно заявлять документы, материальные и так далее, много положительных моментов. И самое главное, мы ничего не отправляем, это все они сами отправляют, и нам только приходит информация. Но тут проблема в тех населенных пунктах, в которых нет МФЦ в самих населенных пунктах. Для этого главы поселений должны работать с МФЦ с тем, чтобы привести специалистов. МФЦ готовы выезжать, надо, чтобы на местах муниципалитет организовали их выезд в отдаленные поселения. Тем более сейчас уже дорога встала, мне кажется, эту работу нам нужно обязательно усилить. Затем, значит, у меня вот вопрос. Мы сегодня собрались на день ассоциации представителей коридорных народов Севера. Вот кто из вас сами вошли в список представителей коридорных народов Севера? Сибирь и Дальнего Востока. Кто вошли? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто вошли в список, получили информацию? Совсем мало. Вы понимаете, что этот список реально будет работать и будет касаться всех вопросов нашей жизни. Поэтому нужно активизироваться и сходить до МФЦ, подать документ, заявление. Значит, следующий наш вопрос – это территория тракционного предопользования, которая образована, но сегодня они формально получают существо только на бумаге. Нет пока наполнения этих территорий и нет порядка функционирования. Этот вопрос очень и очень больной, потому что он во многом касается и вопросов промышленного освоения наших территорий. Ну, проводится, мы уже почти конференции, госсобрание проводило, Оленевский район проводит. И сегодня Оленевский район по инициативе главы района, Леонид Иванова, инициировал, значит, создание дирекции ТТП. Вот их опыт, если будет удачно, мы уже будем распространять на все наши муниципальные образования. И вообще вот здесь больше роль глав муниципальных образований. И поэтому, может быть, нам в будущем году есть необходимость провести отдельно, ну, может, не съезд, а встречу глав муниципальных образований наших мест компактного проживания. У нас 70 мест отмечены, вот этих глав позвать и провести с ними совещание. Ну, мы можем только предложить, потому что главы – это люди, избираемые народом, и как они на это посмотрят. Мы им будем это предлагать. Большой вот резонанс получил в этом году вопрос охот-промыслов. Так как наши охотники, имея лицей на долгосрочную пользу животным миром, не спешили оформлять охот-пользовательские соглашения. И вот, в общем-то, там проблемы как бы не было, но когда федеральный центр поставил сроки заключения этих соглашений, получилось, что кто не успеет, тот не получит вообще квот на животный мир. Поэтому, ну, работа была очень активизирована, и благодаря вот депутату Ленина Ксуфани Голомаревой были собраны от общин заявления, и те общины, которые успели, смогли найти деньги, оплатить эти соглашения, подписать их, да, государство, им будут возмещаться их расходы, понесенные на оформление этих соглашений. Работа проведена очень большая. Министерство Арктиды провели конкурс. В этом году уже получат возмещение 64 охот-хозяйства нашей республики. Там главный критерий, чтобы они были представителями коренных мастеров Севера. И еще там по охоте, да, проблема такая, что вот вставал вопрос охоты на дикого северного оленя. Москва сократила его по январь месяц. Мы же ставили вопрос, чтобы оставили, как и было, по март этого, ну, по март года охот-промысл заканчивался. Но этому не приняли во внимание. Сроки остались по январь, но это касается промысловой охоты. А мы должны охотиться как коренные народы Севера. Поэтому у нас нет таких сроков охота. Но для этого у нас в охот-билетах должны быть проставлены отметки. Пока наше Министерство экологии этим вопросом не занимается, потому что они считают, что у них нет списка коренных народов Севера, и они не могут ставить такие отметки. И вот, понимаете, список заработает, да, в севраля будущего года. И возможность охотиться без сроков будет только у тех людей, которые вошли в этот список коренных народов Российской Федерации. Поэтому надо доводить до каждого сородича, которые живут на местах в отдаленных поселениях. Крайне острым остается вопрос рыболовства. Для наших северных районов у них это вопрос существования. Со вступлением в федеральном законно-объективном рыболовстве вопросы нашего традиционного рыболовства стали вообще нивелироваться. И вот руководитель ритаяльного нашего управления Федерального отец по рыболовству нам говорит, что вам намного легче, проще рыбачить как любители, чем, допустим, как коренные. Например, любитель имеет право ловить в день, скажем, 10 хвостов какой-то рыбы, да? А коренные народы в феврале, в сентябре, на будущий год пишут заявление, и этого же вида рыбы, например, пишут только 10 килограмм. Им разрешено в год. А сколько может ловить рыболов-любитель этой же рыбы, да, рыбачей каждый день? Намного же больше получается. И поэтому нивелируется вот наше рыболовство. Ну, мы сразу эти вопросы ставим, да? Тут большую работу проводят сейчас Райпон. Они создали рабочую группу, очень мобильную. В составе этой работы группы от нас работают, в том числе, Ирина Кстафорна-Голомарева. И вопросы традиционного охоты, рыболовства, с мельсельхозом России очень, в общем-то, работой ведется. Готовится проект Федерального закона о рыболовстве и другие нормативно-правовые акты. Вот по рыболовству одно вроде закрывается, другое еще больше проблема возникает. Поэтому нам надо быть очень здесь подготовленными с тем, чтобы наши люди на местах были в теме вот этих всех вопросов. Далее, вот на основании обращения нашей Ассоциации Федеральных господилов национальностей, они написали письмо в Минюст России с разъяснениями о том, что общины коренных мышцов севера в своем АКВЭДе могут иметь те виды деятельности, кроме тех, помимо тех 13, которые в 3631 распоряжении учтены, другие виды, которые им присущи. То есть они могут ввести предпринимательскую деятельность в уставных целях, в целях развития своей общины. И поэтому общины могут сейчас внести дополнение в свои документы в Минюсте и дополнить другими видами деятельности. Это очень важный вопрос. Затем у нас большой вопрос, вот мы сейчас посмотрим концерт, да, животрепещущим прямо остается вопрос о аутентичности наших национальных костюмов. Мы вот видим, да, на крупных российских мероприятиях якутские мастерицы выступают в костюмах, которые покрой, узоры, материалы и так далее полностью заимствованы от наших северных народов. И это все выдается за якутские национальные костюмы. Ну, у нас, ну, в пикую этому была проведена, была проведена на школе конфиденция в летом году. Из-за пандемии она была не очень такая обширная, к сожалению, с участием других специалистов, да. Но в этом году мы ждем выхода альбома по итогам этой конфиденции. И дальше у нас будет проводиться работа. Но нам нужны здесь специалисты, молодые люди, которые будут заинтересованы именно в сохранении нашей культурной генетичности. Нам нужно взращивать таких, искать таких молодых людей среди своих соплеменников. Большую работу САЗА продолжает вести с промышленными компаниями. Очень-то надо сказать, что они нам особо, ну, стараются помогать в нашей работе. И мы на будущий год уже планируем выходить на подписание соглашений с несколькими крупными компаниями. Еще я хочу от меня с ассоцией поблагодарить наших членов молодежного совета, которые выезжали в составе бригад на тушение пожаров, которые в этом году захватили всю Якутию. И, как вы знаете, в селе Бесхюль была организована помощь нашей ассоциации. Спасибо тем, кто окликнулся. Там две семьи. Матери были выходцы из села Нелевна, из Вернеколымского района. Они по национальности гадирки. И их дома полностью дотла были сожжены. Ну, сгорели во время этого пожара. Далее я хочу отметить работу муниципалитетов. У нас очень активные главы есть. Вот, например, Сидоров Тулусан Витальевич, он инициировал два республиканских закона. Первый закон о представительстве в районном совете депутатов, в тех районах, в которых мы в силу малочисленности не можем стать квадратами районного уровня, инициировал что, что был представитель постоянный с правом голоса от коренных народов Севера. Второй его проект – это присвоение национальных именей и отчества. Вот это очень хороший проект, и скоро станет нормой, и мы будем все этим пользоваться, законами. Мы всегда говорим о важности работы с молодыми, подготовке кадров для актива наших коренных. И вот сегодня можем поздравить население Булунского и Бежиганского районов, в которых в сентябре этого года избраны главами молодые местные мужчины Андротов Афанасьев Афанасьевич и Сорокин Василий Николаевич. Они до этого оба работали главами наследов, наследов, работу муниципалитетов знают, и вот получили доверие населению, и были избраны главами своих родных районов. Это для нас тоже очень хорошее событие. Но, как вы знаете, наши молодые сегодня вообще делают очень большие успехи. Проект Аяна Николая Просимова вышел далеко, за пределы нашей республики. Он уже тиражируется, ну, как бы, планируется его внедрение для всех сорока языков коренных народов Российской Федерации. Наш Михаил Кривошаткин скоро станет членом Союза представителей Российской Федерации. В общем, у нас успехи очень хорошие. Мы радуемся за молодых людей и желаем им успеха. Ну и последнее хочу добавить. Вот мы с Иславом Ивановичем были в Санкт-Петербурге, приняли участие на форуме «Арктика. Настоящее будущее». И заодно исполнили в этом городе одну важную миссию. Мы передали почетную грамоту главы республики Саха-Якутия и приветственные адреса нашему старейшину, уважаемому Кеметину Василию Афанасьевичу, которому в этом году исполнилось 85 лет. Но я доложу вам, что он прекрасно себя чувствует. Они с женой очень позитивны, жизнерадостны. И передаю всем большой привет. Это вот поручение. По итогам года мы посвящались и шли отметить лучшие проекты наших этнических ассоциаций. Это у нас Союз Иванов. Всероссийская научно-фрактическая конференция с международным участием Василий Баргачан «Душа эвенской поэзии». Автор проекта Кривошапкина Катерина Афанасьевна, заместитель председателя Союзоверной Республики Сахар-Якутия. Эти все проекты очень задержательные. Они имеют большое значение и фундаментальное значение для будущего развития. Ассоциация «Венков». Проект «Алтанция Венки. Годы войны». Организатором выступил муниципальное косвенное учреждение культуры, культурно-досуговый центр, Белецкий сельский дом культуры. Ассоциация «Венков». Проект общественной организации «Ассоциация Венков». Миргенского района за создание фильма «Тайна юридического водохранилища». Тоже за счет средств фонда презентации грантов. Очень хорошее кино. Оно уже начинает участвовать в различных конкурсах. Ассоциация «Венков». Проект «Ассоциация КМНС» «Ассоциация КМНС» «Наследие предков от поколения к поколению». Тоже на субсидии фонда презентации грантов. Очень хороший реализован проект. Руководитель милиция «Старовацкая» Наталья Ивановна. Руководитель вузской администрации. Также хочу отметить молодежный совет нашей республики с их проектом «Школа молодого лидера коренных мощноводов Севера Республики Якутии», получивший поддержку гранта главы республики Сахар-Якутия. Координатором является Михаил Кривошакин. Ну вот, коротко у меня все. Мы сейчас хотели объявить свободный микрофон с тем, чтобы вы добавили ретнические ассоциации. Может быть, какие-то вопросы, предложения, либо информация о вашей деятельности. Потом перейдем к награждению после этого. Пожалуйста. Уважаемые сотрудничеи, ассоциации фигуральных республиканской республики Сахар-Якутия также присоединяются по всем поздравлениям в этот торжественный день дня рождения республиканской ассоциации. И я хочу представить вашему вниманию брошюру 3-й съезд республики Сахар-Якутия, который прошел в селе Колымское в месте контакта проживания Чукча-Якутии 9 апреля 2021 года. По итогам работы этого съезда вышла брошюра. Поддержал в этом проекте, поддержал Министерство по развитию Арктики, за что им большая-большая благодарность от ассоциации. И сюда, в эту брошюру вошла полностью такая программа. Обширная вся программа, начиная от первого дня до культурно-массовых мероприятий последнего дня, а также резолюции. И разрешите вручить эту брошюру президенту республиканской ассоциации коренных молодчисленных народов Севера Кривошапкину Андрею Васильевичу, а также нашей родной ассоциации. Ну, вы так говорите, нам не разрешается передавать, общаться с залом, скажем, физического контакта нет. Ага, спасибо. Кто еще хочет добавить в работе своей ассоциации, либо как? Вопросы, может, какие-то, о деятельности ассоциации за 2021 год есть. Но все равно это как подведение итогов у нас есть. Пожалуйста, кто еще? Нету, да? Тогда мы идем дальше по сценарию. Там что у нас? Медалью ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации за верность Северу награждается Голомарева Елена Христофоровна. Медалью ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации за верность Северу награждается Христофорова Антонина Степановна. Медалью ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации за верность Северу награждается Исаков Еремей Гаврилевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Медалью «Великий патриот Севера» Академик Василий Афанасьевич Рубик награждается Федотова Нолгинет Мария Прокопьевна. Медалью «Великий патриот Севера» Академик Василий Афанасьевич Рубик награждается Паганаева Мария Петровна. Медалью Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Сахаи-Гутия за заслуги перед Севером награждается Фомина Марина Николаевна. Медалью Ассоциации награждается Степанов Анатолий Плодонович. Медалью Ассоциации побольше, потому что мы вместе с женой оба юбиляры, и мы им даем подарок от Ассоциации. Медалью Ассоциации за заслуги перед Севером награждается Борисова Мария Егоровна. Грамотной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Республики Сахаи-Гутия награждается Курилов Макар Семенович. Грамотной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Республики Сахаи-Гутия награждается Темина Любовь Николаевна. Грамотной Ассоциацией награждается Петрова Антонина Николаевна. Грамотной Ассоциацией награждается Попова Тамара Дмитриевна. Грамотной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Республики Сахаи-Гутия награждается Жараев Илья Николаевич. Грамотной Ассоциацией награждается Едукин Аркадий Егорович. Грамотной Ассоциацией награждается Лыхина Тамара Пантелеймоновна. Грамотной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Республики Сахаи-Гутия. награждается Щелканова Анастасия Александровна. Драмотой Ассоциации коренных молодчисленных народов Северной Республики Саха и Мудия награждается Хабаровская Светлана Павловна. Благодарностью Ассоциации коренных молодчисленных народов Севера Республики Саха и Мудия награждается Цераватская Наталья Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность Ассоциации вручается Мироновой Алене Николаевне. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность Ассоциации вручается Ивановой Сардане Ивановне. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность Ассоциации вручается Кольцевой Елене Романовне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарность Ассоциации коренных молодчисленных народов Севера Республики Саха и Мудия вручается Гороховой Розалии Николаевне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарность вручается Савиной Альбине Афанасьевне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарность вручается Николаеву Борису Ануфриевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарность ассоциации вручается Кляух Ани Савичевне. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется председателю Постоянного комитета Государственного собрания Илтумен Республики Заха и Гудия по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делах. Делам Арктики и делам народов Республики Заха и Гудия Елене Христофоровне Голомарёвой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 представила с 1990 года два проекта федерального закона о оленеводстве, именно Якутии. Поэтому сегодня профильный комитет Государственного собрания Ютумерной Республики Саха-Якутия работает над проектом о северном домашнем оленеводстве. И направили мы этот проект 19 субъектам Российской Федерации, 12 на это время направили нам свои заключения. Надеемся до Нового года, после Нового года представить проект Федеральную Государственную Думу Российской Федерации от имени парламента Республики Саха-Якутия. Так что то, что завещал нам, завещает Андрей Васильевич Кириллов-Шапкин, есть олень, есть эвенк, нет оленя, нет оленя, нет эвенка. Вот это крылатые его слова всегда витают вокруг нас и говорят о том, что необходимо пристальное внимание обращать на традиционные виды хозяйствования. Спасибо вам, Андрей Васильевич. И второе. Вот 9 декабря мы услышали слова, предназначенные нам, Нового Агарева, президентом Российской Федерации, Владимир Владимировичем Путиным. Он сказал, вопрос о защите прав коренных малочисленных народов должны постоянно находиться на контроле властей. Права малочисленных коренных народов Севера полностью согласны. Это вопрос, на который мы должны постоянно обращать внимание и дал поручения соответствующие. Если чиновники не дорабатывают при решении таких вопросов, то обратиться к нему. И это очень сильные слова. Сильные слова. Сегодня еще день Конституции Российской Федерации. Тем мы поздравляем. Именно в этом основном документе нашей страны, закона основного, есть статьи, которые касаются нашей жизни и будущего. О том, что мы должны сохранить исконные земли и культуру, языки коренных малочисленных народов. Вот эти основные базовые статьи, написанные в Конституции Российской Федерации, дают нам право сегодня вот так сидеть наравне со всеми властями и поднимать свои вопросы. И самое главное, вот в эти дни в Госдуму должны внести законопроект, в первом ощущении, в котором говорится, послушайте внимательно, в каждом муниципальном образовании, это значит в наследии, в районе, в регионе, должны создаваться советы коренных малочисленных народов, состоящие из самих коренных малочисленных народов. Он набуден наравне с главой республики, с главой муниципальных образований, должны смотреть в свою жизнь, чем заниматься дальше, какие вопросы поднимать. Значит, вот так. Давайте друг друга поздравим с праздником, с Днем Конституции Российской Федерации и с Днем Ассоциации КГБ. Именно наша Ассоциация стала основой создания Большой Ассоциации России. Мы этим тоже должны гордиться. Спасибо нашим лидерам, спасибо и дальнейших успехов всем. Дорогие друзья, для вас поет отличная культура республики Сахайя-Кудия и стиль и сын венского народа Ассоциация России. Игорь Анатольевич, 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 Игорь Анатольевич that россия Починь бий, ай-яу-ми, Учинь бий, азаль-зави! Починь бий, азаль-зави! Починь бий, ай-яу-ми, Учинь бий, азаль-зави! Починь бий, ай-яу-ми, Учинь бий, азаль-зави! Починь 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 бий, азаль-зави! Александр Макганаев, аплодисменты! Спасибо! Слово предоставляется первому совместителю министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Сергею Анатольевичу Неустроеву. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Андрей Алексеевич! Добрый день! Перед так сфором на все ветераны, хочу вас поздравить с сегодняшним днем от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Я сегодня сердечно поздравляю с днем Ассоциации коренных молодежиственных народов Севера Республики Саха-Якутия. Ассоциация коренных молодежиственных народов Севера, как уже сказали, является одной из старейших общественных организаций Республики. Она была создана на первом учредительном съезде народов Севера в 1989 году в городе Якутск. Сегодня Ассоциация является одной из самых крупных и авторитетнейших организаций России, которая целеустремленно и эффективно отстаивает интересы и защищает права коренных молодежиственных народов Севера. Важно отметить, что существенный вклад Ассоциации совершил с ней законодательство создания, разработки и реализации федеральных и региональных программ поддержки коренных молодежиственных народов Севера. Символично, что день образования Ассоциации отмечается сегодня, 12 декабря. Сегодня это повод для того, чтобы подвести небольшие итоги уходящего года. В этом году произошло действительно много знаковых событий. Удивлена концепция устойчивого развития коренных молодежиственных народов Севера Республики на период до 2035 года. Для экономической поддержки традиционной хозяйственной деятельности реализуется проект по созданию сети торгово-воистических центров в арктических районах. Такие уже ТЛЦ введены в поселки Белая гора и поселки Усть-Куйга в этом году. На дальнейшее строительство ТЛЦ из федерального бюджета предусмотрено более 1 миллиарда рублей. С 2021 года по региональной программе «Дети Арктики» осуществляется оплата проезда детям из арктических районов для дальнейшего отдыха и оздоровления. Со следующего года, 2022 года, с учетом привлеченных федеральных средств, на эти цели увеличится уже у нас сумма в 6 раз. В 2021 году презентовано приложение «Аяна» – языковой и роботизированный голосовой переводчик с русского языка на эллингийский. 8 ноября подписано первое соглашение между Советом представителей коренных малочисленных народов Севера при главе республики и ООО «Восток» о возмещении убытков в результате нанесения ущерба исконности обитания малочисленных народов. В первой республике предусмотрены средства на возмещение понесенных затрат организациям коренных малочисленных народов Севера в связи с несением платы за заключение охотно-хозяйственных соглашений. Субсидии предоставлены 62 организациям КМНС на сумму 20 миллионов рублей. 30 апреля председатель правительства Российской Федерации Мишустиным утверждены концепции председательства Российской Федерации в Арктической Совете в 2021-2023 годах и план основных мероприятий председательства. В план мероприятий включено 8 мероприятий, инициированных нашей республикой, в том числе проведение международного чемпионата по традиционному оленеводству в поселке Черский Нижнеколымского района в апреле 2023 года. Так что выражаем уверенность, что совместными усилиями мы сможем добиться еще больших успехов в решении актуальных и сложных задач. Желаю всем членам Ассоциации стойкости духа, здоровья, оптимизма, благополучия и удачи во всем. Благодарю за внимание. Благодарственное письмо Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия за вклад в развитие культуры коренных малочисленных народов Севера вручается Татьяне Васильевне Сивцевой. Благодарственное письмо Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия за вклад в развитие культуры коренных малочисленных народов Севера вручается Марии Петровне Погодаевой. Благодарственное письмо за вклад в развитие культуры коренных малочисленных народов Севера вручается Борису Ануфриевичу Николаеву. Благодарственное письмо за вклад в развитие культуры коренных малочисленных народов Севера вручается Татьяне Николаевне Третьяковой. Благодарственное письмо за вклад в развитие культуры коренных малочисленных народов Севера вручается Матвею Николаевичу Отто. Дорогие друзья, в этот торжественный день с праздником вас поздравляет лауреат второй степени фестиваля конкурса «Эхо тундры и тайги» «Оскар Худи Соловьев, Молский район». Ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые президенты, участники торжественного собрания, разрешите от имени Министерства по внешним связям и делам народов Республики Сахая-Якутия поздравить вас с Днем Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Сахая-Якутия. Как мы все знаем, за годы своей деятельности Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики получила признание народов и общественности нашей многонациональной республики, но не только, да, и в целом Российской Федерации. Она объединила в одну организацию все народы Севера Эвенов, Эвенков, Долган, Чурчей, Юкагиров и арктических русских старожилов. Также установила конструктивное сотрудничество с органами исполнительной власти и всеми институтами гражданского общества. В этот день хочу поблагодарить всех общественников и неравнодушных граждан, принимающих активное участие в сохранении развития культуры коренных малочисленных народов Севера Республики. Ваше активное участие в общественной жизни, стремление создать достойные условия для жителей всей нашей республики, самых отдаленных районов, заслуживает уважения и находит отражение в планах развития нашей республики. Желаю всем здоровья, процветания, мира, благополучия вам и вашим близким. Министр Гаврин Михайлович Кирилл. Расскажите Андрею Васильевичу Кирилл. Дорогие друзья, а сейчас встречайте на нашей праздничной сцене оригинальный исполнитель эвенских песен, наш ведущий Дмитрий Лебедев. Расскажите Андрею Васильевичу Кирилл. Музык村. Музык." Музык村. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дмитрий Лебедев Дорогие друзья, уважаемые участники и гости Действительно, именно такие песни нас вдохновляют и каждого северянина, для каждого из нас они являются спутниками по жизни Ну а мы с вами, уважаемые гости и участники, продолжаем и, как уже было сказано, Любовь Викторовна, соблюдая все требования и правила проведения культурно-массовых мероприятий, в нашем зале установлен открытый микрофон Слово для приветствия сородичей и юбиляров предоставляется председателю Союза Эвенов Республики Саха-Якутия Анатолию Платоновичу Анову Добрый день, уважаемые сородичи. Во-первых, разрешите от имени правления Союза Венов и от имени всех Венов поздравить собравшихся здесь с нашим праздником. Пожелать вам всего самого доброго и несмотря ни на что, несмотря на те, какие у нас есть всякие пандемии и так далее, чтобы мы жили, мы работали, чтобы наша жизнь продолжалась. Я хочу пожелать, чтобы та планка, которую мы установили, она держалась, она и дальше просветала. И разрешите мне много ничего говорить, а сразу приступить к наградам. Мы в этом году с управления Союза Венов учредили два знака. Это памятная медаль имени Платона Афанасьевича Ламутского и второй знак «За заслуги перед овенским народом». Разрешите мне засчитать две награды, которые для меня становятся очень памятными и бьют прямо по сердцу. За выдающийся вклад в духовную культуру Венов, за веселопречную преданность служения в развитии овенского народа, правление Союза Венов решило присудить знак «За заслуги перед овенским народом» посмертно. Трайзе Акулине Петровне. Вы все прекрасно знаете, какой-то подоградист. У меня в этом зале есть помощники, которые должны вручить эту награду. Вон Екатерина Афанасьевна. Потому что сказали, что здесь на сцену и в зале не должны физически общаться. И второй знак тоже такому знаменитому человеку, известному, Никулиной Зинаиде Платоновне. Вы обещаете вручительной дочке Лена Истопова. И третий знак за услуги перед эвенским народом мы вручаем Керметину Василию Фанасьевичу, он в Санкт-Петербурге, и этот знак, его все равно мы вручим, найдем. И далее с знаком, памятную медалью имени Платона Афанасьевича Ламутского вручается Потаповой Ольге Константиновне. Сказали, что она в зале тоже. И второй такой же знак вручается Степановой Зоей Афанасьеве, жительнице села Сибиан-Коль. Но это тоже награда вручиться ей. Далее, почетной грамотой управления Союза Венов за плавнотворную общественную деятельность, направленную на сохранение и развитие языков и культуры коренных молодежи всем народа Северной Республики Саха-Якутия, награждается... Так, минуточку. Громов Александр Серафимович, член Молодежного совета Ассоциации Городей Молодежного Совета. АПЛОДИСМЕНТЫ Григосав Тим, Михаил Васильевич, председатель молодежного совета Ассоциации Городей Молодежного Совета. АПЛОДИСМЕНТЫ Мартынова Дарья Васильевна, заведующая специализируемой библиотеки Совмедии. И Шумилова Виктория Валентиновна, сотрудник Института развития образования и повышения квалификации Министерства образования и Республики Сахаренко. Валентиновна, сотрудник Института развития образования и Республики Сахаренко. Валентиновна, сотрудник Института развития образования и Республики Сахаренко. Поэтому мы задаем тон работе общественной организации не только нашей республики, не только даже в России. И поскольку мы являемся коренным народом трех государств России, Китая и Монголии, мы и международной сфере тоже не последние, как говорится, организации, которые, значит, успешно ведем в этой сфере нашу работу. Поэтому мы уже за это время, это 30 лет это поколение, целое поколение человеческое поколение. За это время мы наработали массу традиционных мероприятий, свои праздники имеем, в том числе вы все прекрасно знаете, Бакалдынцы, Ньюзгенцы, ну и еще промежуточные события мы празднуем. За это время в нашей ассоциации сложилась такая традиция, что мы вот два раза поздравляем своих ювуляров. И вот поскольку мы сегодня заканчиваем 2021 год, в этом году, в первом полугодии, мы уже успели поздравить своих ювуляров. Вот, например, Исаков Иеремей Горгиевич, ему исполнил 75 лет во время Бакалдына, поздравили. Голомарева Лилия Христофоровна, мне 60 лет. Мы тоже вот мероприятия целые провели. Христофоровна Антонина Степановна, мне 65 лет. Васильева и Мария Николаевна, 75 лет. Наш бигинь, Барлав Александр Николаевич, 50 лет. Владова Надежда Яковлевна, 75 лет. Пикнова Анзелида Николаевна, 80 лет. Мы уже успели поздравить, отпраздновать. Мы вот сегодня докладываем перед вами. И на второй полугодии мы поздравляем Николаеву Борисовну, прежде 70 лет. Ну и сегодня я большой радостью и хочу поздравить еще нашего ветерана Симцеву Наталью Филипповну. Тоже, ну, юбилей у нее. Разрешите обручить нашу сторону подарок. Спасибо. В день 2021 года организациями коренных малочисленных народов Севера были реализованы социальные проекты, некоторые из которых были поддержаны фондом президентских грантов и главой республики Саха, Якутия. Уважаемые гости, просим вашего внимания на экран. Ассоциация Эвенков Республики Саха, Якутия. Документальный фильм «Алданцы Эвенки. В годы войны». Руководитель проекта, автор сценария Баришева Татьяна Семеновна, режиссер-оператор Архипова Фаина Валерьевна. Монтаж Спиридонова Ирина Егоровна. Муниципальное казенное учреждение культуры Белецкий сельский дом культуры, Алданский район. Ассоциация Эвенков Республики Саха, Якутия. Проект Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Мирненского района. Асиктакан. Тайна Вилюйского водохранилища, получивший поддержку президентских грантов. Руководитель проекта, Афанасиева Вера Федоровна, председатель Ассоциации Эвенков Мирненского района. Союз Эвенов Республики Саха, Якутия. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Василий Паргачан. Душа эвенской поэзии. Автор проекта Кривошанкина Екатерина Афанасиевна, заместитель председателя Союза Эвенов Республики Саха, Якутия. Ассоциация Югогиров Республики Саха, Якутия. Проект Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Устьянского Улуса. Наследие предков от поколения к поколению, получивший поддержку фонда президентских грантов. Руководитель проекта Сырованская Наталья Ивановна, руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Устьянского района. Ассоциация Лаура Ведланов Республики Саха, Якутия. Каткент Коралл. Выезд на весенний коралл школьников-старшеклассников в помощь оленеводам. Руководитель проекта Гичков Павел Андреевич, Колымская национальная средняя общеобразовательная школа. Молодежный совет Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха, Якутия. Школа молодого лидера коренных малочисленных народов Севера, получивший поддержку гранта главы Республики Саха, Якутия. Координатор проекта Кривошаркин Михаил Васильевич. Участников и гостей с праздником поздравляет танцевальный коллектив Дома Дружбы Народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, Киркелян, художественный руководитель Анастасия Куличкина. КОНЕЦ 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 Дорогие друзья, на нашу праздничную сцену для исполнения гимна молодежи коренных малочисленных народов Севера, Якутии, под ваши бурные и несполкаемые аплодисменты, Приглашаются Августин Слевцов, Сахаяна Стручкова, Аял Прокопьев и Лена Борисова. Уважаемые гости, просим нашей молодёжи дружные аплодисменты! 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 Севера! Сегодня, в этот торжественный день, приятно отметить каждого активного члена Ассоциации. Благодарность Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия за вклад в социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия вручается члену Ассоциации Эвенков Республики Саха-Якутия Алексеевой Валентине Васильевне. Грамотой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия за вклад в социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия награждается глава Тянского национального эвенкийского наследия Николаев Алексей Максимович. Давайте же поздравим дружными аплодисментами наших дорогих гостей с почетными наградами. А наш праздничный концерт продолжается. Вас приветствует участник девятого открытого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 и здоровья! Великий наш северный народ Талант огромный дан ему Одной земли, одна семья Мы все родные и друзья Возьмемся за руки все вместе В своем дружбе в хороводе вечном